Послание президента – стратегический документ для дальнейшего развития стабильности. Об этом заявил председатель Можилиса Нурлан Нигматуллин. Уверен, что новые инициативы помогут повысить благосостояние населения, потому что в послании охвачены все сферы. Президент страны Касамжамарт Кемельевич Тухаев в своем послании представил стране масштабный и конкретный план дальнейших реформ, направленных прежде всего на социально-экономическое развитие Казахстана после пандемии. Большой блок задач поставлен для повышения эффективности системы здравоохранения, качества образования, совершенствования региональной политики. В приоритете также улучшение бюджетно-финансовой системы, продолжение политической модернизации страны. Все эти поручения задают четкий вектор и для законотворческой работы парламента в предстоящий период. И нам, депутатам Можилиса, необходимо качественно и оперативно создать прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в послании президента Казахстана. Поднимаемые вопросы, кажется, рассматриваются с человеческой точки зрения. В целом, основной задачей как послания, так и политики является повышение благосостояния, благополучия граждан. В этой связи возникает вопрос, что нужно человеку. Ему нужна вода, воздух и работа. То есть, ядром посланий являются граждане нашей страны. Стопроцентное обеспечение качественной питьевой водой в течение следующих пяти лет – это хорошая новость для страны. Далее повышение минимальной заработной платы с 40 тысячи тенге до 60 тысяч тенге изменит и улучшит условия жизни тысячи миллионов казахстанцев. В настоящее время дефицит ученических мест составляет более 200 тысяч. В ближайшие пять лет это может дойти до миллиона. Партия Нур-Отан предусмотрела замену трехсменных школ и аварийных школ путем строительства – 800 школ. Был составлен вопрос о повышении с 800 до 1000 школ. На мой взгляд, это очень актуально. И, безусловно, это будет большим социальным проектом, который будет представлен своевременно.